Александр, ставлю поединок с Мусаси приятной неожиданностью и ставлю неожиданностью для вас вообще. Вот ровно с того момента, когда я узнал, что Мусаси подписали в Белатар, вообще даже скажу, что не то, что с этого момента, когда вообще слух такой пошел, что он может подписаться в Белатар, сейчас я сразу понял, что это следующий мой соперник. Тем более, тем более, я уже говорил об этом, что, повторюсь, что Белатар при переговорах говорили, что у них есть соперник для меня, но они пока не хотят говорить, кто это. Ну и когда пошли слухи о подписании Мусаси, понятно стало, ну чей это соперник, так ведь? Поэтому какой-то такой большой неожиданности не было. Была неожиданность только в том, что он подписался в Белатар и все, что он предпочел выступать в Белатаре вместо UFC. А насколько октябрь это удобная для вас дата? Если честно, сначала были разговоры о 23 сентября, что бой должен состояться 23 сентября в Сан-Хосе. Но 23 сентября это более неудобная дата. Почему? Потому что я буду занят подготовкой Андрея Корешкова к его бою, который состоится 24 сентября, ой, 24 августа или 25. Ну в этих числах, да. И октябрь, по сути, хоть и долго ждать, но лучше подходит для меня. Почему? Потому что, как мне кажется, у меня больше шансов хорошо подготовиться к этому бою. У вас редко получается подраться соперникам, у которых такое большое количество профессиональных боев. У Мусаси их только от 50. Что думаете по этому бою? Да особо ничего не думаю. Я знаю, что Мусаси хороший соперник с большим опытом. Он тоже довольно часто выступал, как и я, в своей жизни. Очень много, что прошел, очень много, что пережил. И могу сказать точно, что легкой прогулкой для меня этот бой не будет. Пять боев подряд, пять побед по СМ1 Гран-при в среднем весе. Это лучшая шлеменка за всю карьеру? Ну, мне сложно сказать. Я думаю, что сейчас как раз 20-го числа, победив Мусаси, я бы мог так сказать. Поэтому сейчас посмотрим, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но я думаю, что все должно быть хорошо. Пока мне сложно сказать, но я себя чувствую отлично. В контракте Мусаси с Биватр прописано, что он может выступать в других организациях. Вне зависимости от исхода вашего поединка, можем ли ждать реванш в России, скажем, на М1? Тут, опять же, мне сложно сказать. Не могу вперед так забегать. И самое главное, все зависит не от меня, наверное, а от того, насколько дорогой это будет бой. А этот бой будет, ну, наверное, один из самых дорогих в России. Поэтому все будет упираться только в это. Также вы сказали, что хотели бы поспориговать с Майком Биспинком. Насколько тяжело будет организовать такие сборы? Да, ничего тяжелого здесь нет. Я уже не раз с ним тренировался. Не раз помогал ему в его подготовке. Что я, что Андрей Корешков. Тут все упирается в то, чтобы вообще Майкл тренировался. Если он будет тренироваться, если он будет готовиться, то проблем вообще никаких не будет, так как он готовится в том же месте, где и мы тренируемся, в том же городе, в Хантинтон-Бич. Поэтому проблем не должно быть. А насколько это будет, подготовка, отличаться от подготовки в прошлом поединку? Ну, здесь самое главное в этой подготовке и подготовке к этому бою, я считаю, что нужно в первую очередь очень хорошо быть функционально готовым. Почему? Потому что Мусаси далеко не подарок. Он очень, сам очень хорошо всегда готов функционально. И самое главное, я считаю, именно в бою против него, насколько хорошо я подготовлюсь функционально. Поэтому в целом у меня для этого все есть. Еще время предостаточно на подготовку. И поэтому главный все-таки аспект – это функциональная подготовка. Вы выступали с Гегардом на одном турнире, Бодок. Пересекались ли вы тогда, если да, какие впечатления он на себе оставил? Да, мы с ним выступали на том турнире. Пересекались мы в столовой, немного пообщались. Но не только мы наедине, я имею в виду. Там было много у нас народа, русских людей, кто выступали тогда на Бодоке. Просто пообщались. Помню его таким скромным, обычным, нормальным человеком. Вы всегда говорили, что на таких плохишей вам легче настраиваться. А Гегард совсем по своему. Ну да. Типа другой человек скромный очень и довольно мойчаливый. Из-за этого тяжелее будет настраиваться на него? Ну, я думаю, да, тяжелее. Но опять же мы посмотрим. Может быть, он превратится в такого плохиша. Но, конечно, вряд ли. Я думаю, здесь такое будет. Но в целом, конечно же, будет сложнее настраиваться и подходить к этому бою. Потому что я довольно уважительно отношусь к нему. Знаю его. Ну, много боев его видел. Как его карьера развивалась. Поэтому будет непросто. Как вы оцениваете новую политику Билатов? Изменилось ли их отношение к бойцам? И как оцениваете их новое подписание? Мне сложно тут оценить. Если мы берем таких бойцов, если вспомнить Мусаси, он выступал на страйк-форсе. Он даже был у них чемпионом, насколько я помню. В полутяжелом весе. Правильно же? Поэтому изменилась ли она, нет, я не знаю. То, что касается тех бойцов, которые раньше выступали у Скотта Кокера. Конечно же, к ним как было отношение, так и осталось, я думаю. И Скотт Кокер хочет, чтобы они дальше выступали, наверное, в его промоушене сейчас в Белатар. Потому что, как мы видим, большинство бойцов, которые раньше у него выступали, все возвращаются, уходят из UFC обратно в Белатар. А что касается тех, кто раньше были в Белатаре, конкретно себя могу сказать. Мне пока сложно сделать какие-то выводы. Я пока не знаю, хорошо ли плохо ко мне относятся. Я думаю, нормально. Насколько вправе фаната ожидать турнира Белатара в России? Потому что кроме вас с Андреем Корешковым сейчас там есть такие имена, как Сергей Харитон и, конечно, Федор Емельяненко. Вообще, это было бы интересно. Это интересно, наверное, было бы не только для нас, да, кто там выступает, а в первую очередь для всех, кто наблюдает за Белатаром. Белатар все-таки сейчас растет и поднимается на другой уровень, вот как раз благодаря тем именам, которые там будут выступать, которые, вернее, там выступают. Это было бы очень интересно, я не знаю, воплотится ли эта идея в жизнь. Тем более, я так понял, и самому Белатару это было бы тоже интересно. Переходя к вашей тренерской деятельности, на чьей подготовке вы сейчас сильнее всего сконцентрированы? Вообще, сейчас подготовку мы прошли, вернее, у меня прошли подготовку сейчас два наших парня, представители нашей команды «Новый поток». Это Алексей Полпудников, которому предстоит бой на ACB в Англии уже 23 июля. И это Павел Гордеев, которому предстоит бой, получается, у нас 5 августа. На турнире М1 в Хельсинки. Также у нас сейчас основное направление и все сосредоточены на подготовке Андрея Корешкова. Потому что у него тоже бой, наверное, один сейчас из приоритетных. Это его бой, потому что все-таки ни для кого не секрет, что уровень у него выше, чем у других членов нашей команды. И также у нас сейчас проходит подготовка Михаила Рогозина, которому предстоит бой на ежегодном турнире, очень таком значимом турнире, на котором присутствует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это 8 августа на турнире С-70. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ